Всем привет! Мы начинаем партию на Часком против гроссмейстера из США Даниэля Народицкого. И он разыгрывает против нас что-то похожее на Лондонку, на что мы попробуем выстроить систему с двойным фианкетто. Посмотрим, как она у нас будет работать. Почему я ее избрал? Во-первых, чтобы слон Ф4 не получил нужной для белых активности. То есть по диагонали H2, B8 он уже стрелять по сути не может. И именно в этом замысел хода Д6. Но с другой стороны, белый начинает атаку по центру, и нужно будет тоже потрудиться, чтобы ее ликвидировать. Допустим, сыграем конь Д5, с идеей на конь Д5 взять слоном, и дальше уже продолжить развитие. С4, слон Б7. Дальше планирую вывести коня, скорее всего, на Д7. Но нужно посчитать вариант с Е6. Типичный прием такой, сдвоение пешек, и далее конь может выйти на Ж5. Ну, вроде как, у белых это не получится, поскольку после ФЕ открывается ладей Ф8 и грозит убить белого слона. Поэтому сейчас для нас это не страшно. Я думаю, и сейчас можно сыграть конь Д7, на Е6 сыграть ФЕ, и на конь Ж5 ладей Ф6. Ферзь Е3. Очень быстро отвечает соперник. И, надо сказать, ставит нам определенные проблемы. Давайте возьмем ДЕ. Хочу установить коня на С5, но он берет снова конь. Ну, допустим, конь бьет Е5, слон бьет Е5. Не задумываясь играет грозмейстер. Ферзь Д7. Не развиты у меня две ладьи еще. Их, конечно, нужно будет как можно быстрее включить в игру. Допустим, ладь из А на Д8. Ферзь на Д6. С идеей, например, на ферзь Д4 перекрыться в ферзь Ф6. И Эншпиль будет для нас вполне приятен. Ладья Е8. И где-то еще нужный ход, наверное, будет А5. Чтобы к этой пешке не могли белые прицепиться. Правда, также нужно будет считаться с С5. Ну и параллельно гаражу, конечно, ферзь Б2. Сейчас просто съесть пешку соперника. Скорее всего, последует ход типа Б4 или Б3. Или какой-нибудь ладья Д2. Потому что эту пешку нужно им защищать. По моей оценке, позиция белых здесь приятнее. У них перевес в пространстве. А также давление на пешку Е7 они оказывают. Предлагает перейти в Эншпиль соперник. Давайте посчитаем, какие у нас здесь плюсы есть. Если мы в него перейдем, допустим, ферзь Е5, ладья Е5, король Ф6, ладья Е1, Е6. Или Е6 не очень вставать под такую связку. Ну давайте попробуем. Может удастся нам там что-то создать. Ферзь Е5, например. Даже, наверное, король Ф6 играть не буду, а сыграю сразу опять. Не давай Б4. Ладья Е1 вполне логично, да. Здесь, наверное, я отойду королем на Ф8. Почему не на Ф6? А просто потому, что последует А4 и Ж4. И трудно защититься от Ж5. А следовательно, пешка Е7 просто будет незащитима. Так, А4. План белых тоже понятен. Они всеми возможными путями захватывают пространство. Но здесь я отреагирую на А6. Чтобы на А5 уже ответить Ж5. Ладья Е6 теперь поставлю. И, возможно, переведу ее вот сюда вот. Как-то надо решать тоже вопрос со слоном Б7, который у меня абсолютно неактивный. И вводить в игру я его, опять же, не успеваю. Снова прессует меня соперник. Пытается залезть слоном на Д7. Позиция все тяжелее, кстати, становится. Ф4. Уже Ф. Пока что шаг. Время уже тоже поджимает. Не вижу плана четкого игры. Может быть, Б5 где-то? Слишком это рискованно. Ну, давайте слон С8. Дал нам передышку соперник. Теперь уже можно не задумываться о том, что ладья возьмет пешку на Е7. И куда-то сразу меняться. Слон Е6. Бьем. Ладья Е6. Взяли. Ф6. А вот хода ладья Д1 я не заметил, к сожалению. И, скорее всего, Эрншпиль проигран будет. Жаль. С5. А4. Сюда. Единственный шанс А3 пойти. Но этого соперник нам не дает. Ну и просто получили мат. Земнул я под конец. Ну и нужно признать, что без этого зевка позиция была абсолютно проигранной. То есть, допустим, если отмотать назад, могу отсрочить свое поражение на несколько ходов. Хода ладья Ж5, например. Король Аш8. Король Аш6, точнее. И просто пешка легко проходит. На ладья Б5 также следует мат. На ход Король Е8. Б7. Ладья Б5. И после ладья С7 белый легко проводит пешку. То есть, скорее всего, моя главная ошибка была здесь в том, что я перешел в Эншпиль. Который изначально был хуже, а соперник, класс которого намного выше, естественно, четко усиливал позицию и достиг желаемого результата.